доброго времени суток дорогие друзья приветствую вас на канале волга f1 и сегодня я расскажу о задней панели системного блока о том какому разъему что нужно подключать видео это в основном для новичков для неопытных пользователей пока за образец я взял вот этот системный блок но он уже старый устаревший некоторых разъемов может быть у вас и не быть также у вас могут быть разъемы других видов которого нет на этом системном блоке как говорится то что есть расскажу на этом примере итак давайте начнем с клавиатуры и с мыши на этом системном блоке мы видим два разъема клавиатуры и мыши то есть фиолетовый разъем ps пополам это для клавиатурки зеленый ps пополам кругленький это для мыши то есть выглядит мышь с разъемом вот таком виде вот зелененький разъем мышь то есть подключается вот сюда вот то есть на вот этом разъемчике есть небольшой выступ его пытаемся соединить не старайтесь впихнуть жестко потому что некоторые бывали ставили его как-то по-другому умудрялись впихнуть ну и соответственно потом жгли или мышку или клавиатуру или сами порты контроллера разъемов так что здесь будьте осторожны также мышка может быть у вас если старого очень образца наверно такого никто не видел это ком портовская мышка ком портовская мышь или какое-то устройство ком порт она находится вот такое она похожа на выход на видеокарту но единственно штырьки идут снаружи вот то есть ком портовская мышь вставляется вот сюда или любое ком портовское устройство клавиатура pps пополам я нету но вот она составляет сюда фиолетовый вот это разъемчик lpt-порт здесь обычно раньше подключались принтеры старого образца принтеры сейчас я найду разъемчик вот вот такие вот большие они были если у кого-то еще сохранились такие принтеры то вот они подключаются к lpt-порту так теперь вот здесь вот мы видим выход на монитор но дело в том что здесь у вас тоже может быть такое это интегрированное видео но если у вас стоит видеокарта отдельно то естественно монитор подключается вот сюда у монитора разъем вот ну аналогового bga разъемчик вот такой вот вот он подключается видеокарта вот сюда вот ой видеокарта под монитор подключается вот сюда так о чем мы забыли сказать ага клавиатура если клавиатура usb а не ps пополам соответственно включается в usb если мышь у вас то подключается тоже usb так что у нас еще ага следующий у нас идет если у вас интернет идет через провод а не wi-fi или себе настроена какая-то домашняя сеть то вот такой вот разъемчик вот такой вот вот видите он подключается в разъем сетевой карты то есть вот он обычно располагается вот здесь сетевая карта может быть у вас отдельно отдельной платой стоять где-нибудь вот здесь то есть тогда подключается в том месте остаются у нас еще два разъем чека вот таких вот у вас висят да и вы не знаете куда их вставить зелененькие и розовенькие обычно бывают то есть зелененький разъемчик такой вот как у наушников он подключается этот колонок он подключается соответственно в зеленый разъем вот идет звуковые выходы то есть розовый это микрофон зеленый наушники и синий это звуковой вход то есть можно на компьютер записывать каких-то других устройств например ну и соответственно микрофончик розовый подсоединяем к розовому разъему зелененький от колонок подключаем к зеленому разъему так если у вас принтер например или какие-то другие устройства usb то соответственно подключаем разъемчики в usb вот у меня стоит планочка здесь еще тоже с дополнительными usb разъемами подключаем здесь и когда у вас буквально все подключено то есть не осталось лишних проводков вы можете подключить сетевой провод 220 то есть он выглядит вот так вот здоровый вот такое то есть мы его подключаем вот сюда при этом желательно выключить если есть тумблер вот такой вот выключатель то нажать вот где кружочек 0 это значит выключен то есть подсоединяем этот разъем сюда все надеюсь я рассказал о большей части разъемов единственное что могу сказать usb порты вот usb вот такие квадратники их можно подключать принципе и при включенном компьютере но есть порты которые нужно подключать только при выключенном это разъемчики ps пополам клавиатуры и мыши то есть если у вас будет включен компьютер вы попытаетесь вставить и снова засунуть например такой вот разъемчик то у вас как минимум сгорит клавиатура или мышь а как максимум сгорит контроллер этого порта на материнской платы плате и соответственно эти разъемы уже работать у вас не будут также нельзя при включенном подсоединять разъем вот такой здоровый вот lpt и компорт вот такие вот комп компорты тоже надо подключать при выключенном компьютере но сейчас таких портов уже фактически нет компьютеры выпускается без них я думаю что вы с этим не столкнетесь самый распространенный на сегодня разъем это конечно и зубе разъемы так что вот но и теперь можно компьютер подсоединить к сети вернее поставить сначала на место установить как он должен быть взять так что провода между собой не путались разложить их аккуратненько и после этого уже подсоединить системный блок к розетке желательно через сетевой фильтр который сглаживает перепады напряжения ну и не забыть включить вот этот тумблер ну и на этом наверное об этом системном блоке как к нему подсоединять все также вы можете еще столкнуться вот часто вместо вот такого вот аналогового выхода на монитор есть цифровые выходы они белого цвета немного другой формы но тоже стоят на видеокарте там может быть один или два выхода быть вот на думаю разберетесь то есть по разъему то есть смотрите по разъему который подходит на соответствующий разъем ну и на этом наше видео обучалка заканчивается если еще есть вопросы пишите внизу под видео если видео было полезным ставьте лайки подписывайтесь на канал ну и пока пока до встречи